Всем привет, с вами Алена Талаш, управляющий партнер компании Роско. Своим изоляцию пережить, не поле перейти. Помимо дачной, гаражной амнистии, столичные граждане и бизнесмены вправе рассчитывать на ковидную амнистию. Кто и в какой срок может обратиться за возвратом денег? В чем подводные камни такой амнистии? Узнаете прямо сейчас. Глава Роспотребнадзора заявил, что Россию миновала серьезная волна коронавирусной инфекции. В России постепенно отменяются ковидные ограничения. На фоне отсутствия пандемии, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение по проведению ковидной амнистии. В чем смысл ковидной амнистии? Ковидная амнистия подразумевает как компенсацию ранее уплаченных штрафов за нарушение антиковидных нарушений, так и прекращение взыскания уже назначенных. Несмотря на то, что маски и социальная дистанция отменены, ранее выписанные штрафы продолжают взыскиваться с граждан и предпринимателей. О том, насколько сильно ковид и связанные с ними ограничения вошли в нашу жизнь, расскажет специалист по связам с общественностью компании Роско Ксения Яснула. В 2020 году в лексикон россиян вошло множество новых слов. Среди них карантин, самоизоляция, социальная дистанция и локдаун. Последние даже признали словом 2020 года. Для сравнения, в 2021 году это слово «вакцина». Помимо новых слов появились и новые законы. Например, в Пекине был принят закон, защищающий медиков, решивших сообщать о потенциальной ковидной опасности. А в Англии был введен самый высокий штраф за нарушение самоизоляции – 1000 фунтов. Это около 82 тысяч рублей. Знать все законы невозможно, но можно повышать свою юридическую и финансовую грамотность. В книжном магазине «Читай город» вы найдете целую подборку деловой литературы, а также книг по саморазвитию и многих других. Для наших зрителей в магазине «Читай город» с 4 по 11 июня действует специальный промокод ROSCO, который даст вам 15% на абсолютно любые книги. Продолжим. Ковидная амнистия – это не индульгенция штрафов, а поддержка граждан и бизнесменов в условиях санкции. То есть административное правонарушение остается в истории простых людей и бизнесменов, если они его не оспорили. А вас штрафовали за нарушение ковидных ограничений? Пишите в комментариях под этим видео. Правительством Москвы будут возвращены средства гражданам и бизнесменам в сумме уплаченных штрафов, начиная с 1 июня 2022 года. Срок обращения за субсидии – до 31 декабря этого года. По подсчетам правительства Москвы, выплаты субсидий составят порядка 13 миллиардов рублей. Как это часто бывает, дьявол кроется в деталях. Детали компенсации штрафов прописаны в постановлении. И мы видим, что, во-первых, не все ковидные нарушения будут амнистированы. Например, если гражданин не соблюдал режим самоизоляции и получил за это штраф, то он не вправе рассчитывать на субсидию. Размер наказания составлял для граждан от 1 до 30 тысяч рублей. При назначении штрафа суды учитывали смягчающие обстоятельства. Какие? Расскажет юрий из компании «Роско» Татьяна Кременюк. Например, гражданин находился вдали от населенного пункта, хотел осуществить ловлю рыбы и отдохнуть. Его уровень дохода составлял 30 тысяч рублей. Поэтому граждане ограничивались штрафом в среднем 10 тысяч рублей. В любом случае эти штрафы не компенсируются. Нельзя получить субсидию иностранным и российским компаниям, учредители которых зарегистрированы в офшоре, либо в недружественных России странах. Не получат субсидию лица, которым ранее был осуществлен возврат излишнеуплаченных штрафов. Компенсацию также не предоставят бизнесменам, которые привлечены к административной ответственности за нарушение правил поведения при чрезвычайной ситуации. То есть таких коммерсантов наказывали по статье 20.6.1 КОАП РФ. Чаще всего речь шла о нарушении ведения бизнеса в эпоху ковидных ограничений. Например, бизнесмен не закрыл свое заведение общепита в ограничительный период. Но на этом сложности для претендентов на ковидную амнистию не заканчиваются. Во-вторых, для получения субсидии имеют значение и орган, который оштрафовал гражданина или компанию. Дело в том, что ковидная амнистия проводится в части оплаченных штрафов, наложенных органами исполнительной власти и казенными учреждениями города Москвы. Структуру органов исполнительной массы Москвы можно найти на сайте. Роспотребнадзор таковым органом не является. Это означает, что штраф по постановлениям об административном наказании, выписанным Роспотребнадзором, компенсировать не получится. Аналогичное дело обстоит и со штрафами, выписанными сотрудниками полиции. Получается, что, естественно, сужается круг лиц, имеющих право на такую субсидию. Решить все разноклановые вопросы юридического характера собственными силами крайне непросто. Поэтому следует не терять время и сразу обращаться за консультацией к профессионалам. Для получения помощи юристов компании «Роско» позвоните по номеру, указанному на сайте. Или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Граждане и бизнесмены должны обратиться за субсидией в Центр госуслуг «Мои документы» до 31 декабря этого года. Получить субсидию можно и через МФЦ. Для получения субсидии нужно написать заявление по определенному формату. На момент выхода этого видео формат такого заявления пока не утвержден. Помимо заявления, претенденту нужно предоставить пакет документов. Подробнее об этом расскажет юрист компании «Роско» Максим Леонов. Подтверждающим документам относятся. Первое. Постановление, которым назначен административный штраф. Понятно, что многие граждане не рассчитывали на такую поддержку и, оплатив штраф, избавились от этого документа. В этом случае можно попытаться восстановить постановление. Второе. Документ об оплате штрафа. В случае потери документа гражданин может обратиться в банк. Граждане должны при себе иметь паспорт, а бизнесмены – документ, который дает им право действовать от имени компании. Пока в постановлении не обозначены ни сроки рассмотрения заявления, ни сроки возврата денег. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему. Юристы компании «Роско» с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе. Будь с Роско. Редактор субтитров А.Семкин